МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в стационар Мариинско-Пасадской районной больницы вернулись пациенты, эвакуированные в субботу в соседние клиники. 18 января здание больницы осталось без тепла. Звонок поступил из самой больницы в Республиканский центр медицины катастроф Минздрав соцразвития Чуваши рано утром. Сообщалось, что произошел прорыв на участке теплотрассы между поликлиникой и стационаром районной больницы. В результате прекратилось теплоснабжение пятиэтажного стационара, лаборатории и помещений вспомогательных служб. Администрация больницы установила тепловые пушки для обогрева, а потом приняла решение эвакуировать пациентов. 33 человека пришлось срочно выписать. Состояние их позволяло находиться дома, уточняет Минздраве. Остальные 19 были перевезены в городскую больницу и межтерриториальный медицинский центр в Новочебоксарске. Ремонтные работы по ремонту теплотрассы завершились к вечеру 18 числа, в субботу, и тепло было дано. Пациенты на все выходные остались в Новочебоксарской больнице, на базе двух Новочебоксарских больниц. Сегодня на 10 часов информация была о том, что все пациенты, которые находились временно в Новочебоксарской больнице, были вновь переведены в Марпасадскую центральную районную больницу. В первом полугодии тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чувашии останутся на уровне декабря прошлого года. Повышение ожидается лишь с 1 июля, а в среднем на 5%. Эту и другие новости сферы ЖКХ обсудили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. В прошлом году одним из самых частых нарушений со стороны управляющих компаний было неправильное начисление за пользование благами цивилизации. Холодную горячую воду, тепло. Об этом свидетельствуют и результаты проверок, и многочисленные обращения граждан в Государственную жилищную инспекцию. В адрес инспекции поступило 5455 обращений граждан, в том числе 1588 обращений. Это касается вопросов начтения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это 30% обращений от общего количества. Кроме того, по данному вопросу, в течение 2013 года поступали обращения через органы прокуратуры 5774 обращения администрации главы Чувашии с республики. В общей сложности по настоянию Госжилинспекции был сделан перерасчет оплаты коммунальных услуг для 47 тысяч граждан на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. По-прежнему случается, что собрав деньги жильцов, управляющие компании не спешат передавать их поставщикам энергоресурсов. В результате копятся не только долги, но и конфликты. Чтобы переломить негативные тенденции в жилищно-коммунальном хозяйстве, мало усилий только власти. Нужно активнее привлекать граждан к управлению жилфондом, заметил глава Чувашии. Народный контроль и общественный контроль всегда дают наиболее больший эффект. В течение первого полугодия вся эта работа должна проходить. Тем более мы сейчас по муниципальным образованиям начнем подводить итоги социально-экономического развития. Одна из тем, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые по территориям, прежде всего, вызывают социальную напряженность среди жителей многоквартирных жилых домов. Тоже эти вопросы будем включать. На совещании обсудили итоги и перспективы программы региональных авиаперевозок, применительно к Чувашии. В прошлом году у нас было два рейса – в Уфу и Самару. В общей сложности ими воспользовались чуть более 300 пассажиров. В этом году планируются рейсы Чебоксара-Самара, Чебоксара-Уфа по три раза в неделю. Перевозчиком выступит Акбарс Аэро. Ожидается, что рейсами воспользуется около 3000 граждан. При этом размер субсидия авиаперевозчику из республиканского бюджета в 2014 году составит 8,5 миллионов рублей. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чувашии встретился с заместителем председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. На встречу шла речь о состоянии экономики России и развитии промышленности. Кроме того, глава Республики и депутат Госдумы обсуждали перспективы осуществления экономических проектов на территории Чувашии, а также привлечение ассоциаций региональных банков России в сферу реализации в Республике инфраструктурных проектов, развития механизмов государственно-частного партнерства. В Чувашском драматическом театре яблоку негде упасть, но все эти люди собрались не на премьеру спектакля. Вся пишущая братья Чувашия отметила профессиональный праздник – День российской и чувашской печати. Журналистов, телевизионщиков, полиграфистов и работников печатного дела поздравил глава Чувашии и другие представители власти. По традиции сотрудники и работники всех СМИ Республики собрались в Чувашском академическом театре, чтобы обменяться новостями, порадоваться за коллег и пожелать друг другу интересных тем, свежих новостей и успеха еще на год. В Чувашии зарегистрировано 175 средств массовой информации. Многие редакции разместились в фойе Чувашского драмтеатра. Импровизированная телестудия нашего канала в том числе. Глава Республики уделил внимание практически всем присутствующим. Я поздравляю всех работников с сегодняшним профессиональным праздником. Мы сегодня празднуем два праздника – День российской печати, День чувашской печати. Это практически большой праздник, ибо от работы специалистов в этой отрасли зависит освещение работы органов власти, освещение всех событий. Я надеюсь, что в течение 2014 года, год культуры, у нас больше будет позитива, больше хороших таких событий, для того, чтобы социальное самочувствие населения еще улучшалось. Все рассказывали о своих достижениях. Два журналиста ГТРК «Чувашия» стали участниками эстафеты «Олимпийского огня». Газета «Хабар» входит в «Золотой фонд культуры Чувашии». Ежегодно увеличивается количество выпущенных чувашским издательством книг, а само издательство входит в пятерку лучших издательств страны. Ни одно важное событие, конечно, не обходится без участия средств массовой информации. Журналисты – это люди, которые всегда на передовой. Мы пригласили сюда лучших из лучших. Лучшие в своем деле получили награды. Среди них и наши сотрудники. Заместитель директора НТРК Юлия Стройкова удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». За значительный вклад в развитие журналистики, благодарность главы Чувашской республики вручили Елене Гальпериной, начальнику отдела редакции информационных программ НТРК. Благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания России объявили коллективу НТРК. Команда «Таванрадио» на празднике получила диплом в номинации «Открытие года». На Волге в середине зимы открылась ледовая переправа, которая соединяет Чувашию и Нижегородскую область. Переправа на ваты Шумерля проходит через реку Суру. По ледовой переправе разрешено движение автомобилей в светлое время суток. Грузоподъемность должна составлять не более трех тонн. Скорость – не более 10 км в час. Выезд на лед разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах. Только там соблюдены все требования по обеспечению безопасности передвижения транспортных средств. В Чебоксарах даже погулять негде. Так, вероятно, думают владельцы собак и ведут своих питомцев во дворы жилых домов, парки и даже детские площадки. Однако в городской администрации, судя по всему, решили заняться этой проблемой. Подробности прямо сейчас. Хорошо быть кискою, хорошо собакою. Думаю, продолжение известно всем. Именно такую картину можно наблюдать в Чебоксарах. Вследствие дворы и улицы превращаются в сплошной собачий туалет. До недавнего времени специальных площадок для выгула в городе попросту не было. Однако сегодня представители СМИ собрали, чтобы продемонстрировать первое подобное место. Площадка появилась по улице Ярмарочная. Площадка для выгула собак у нас на территории Калининского района. Фактически единственная площадка, которая именно обустроена. Площадка с формами, которые установлены. Скажем, из спортивного роду нет. Это бум, затем барьеры. Здесь то, что у нас в районе нет площадок. Это большая проблема именно связана не только с самих собачников, но и людей, у которых нет собак. Потому что люди бывают бояться пробегающими у собаки. Снарядов для того, чтобы животное порезвилось, здесь действительно достаточно. Однако, как использовать площадку по прямому назначению, не совсем понятно. К примеру, нет никаких ограждений. Соответственно, под каким кустиком друг человека может смело справить нужду, а под каким это уже будет считаться нарушением, не ясно. Как и то, как площадка без ограждения должна спасти от животных прохожих. Кстати, платить за уборку собачьей территории по ярмарочной придется жильцам близ стоящего дома. Площадку передали на баланс собственников жилья. Впрочем, так или иначе, дело сдвинулось с мертвой точки. В администрации Калининского района пообещали, что благоустраивать площадки для выгул собак продолжат и даже уже наметили 4 адреса. Хорошо бы, чтобы премьер Калининского района взяли на вооружение и другие. Ольга Пырличкина, Сергей Рябчиков, Республика. Православные верующие отметили крещение Господне. Всего в республике было создано 33 купеля на территории храмов и на Волге. Это меньше, чем в прошлом году, повлияла январская отепель. Где-то организовать массовые купания побоялись из соображений безопасности. В столице Чувашии в Крещенскую ночь выход на лед тоже пришлось ограничить. Об этом средства массовой информации сообщали на протяжении всей недели. Мой коллега Дмитрий Ковалев убедился, что ни меры предосторожности, ни сильные морозы не испугали горожан. В 12 часов ночи на городских улицах движение как в час пик. Чтобы попасть к столичным купелям, многим чебоксарцам пришлось простоять в пробках. На подходе к иорданям были установлены рамки металлоискателей. А полицейские проводили досмотр личных вещей. Вообще общественный порядок во время крещения обеспечивали более 500 сотрудников МВД. На усиленный режим несения службы были переведены и спасатели. Оперативные службы готовились устранять и серьезные ЧП. Морозы, которые установились в республике на прошлой неделе, не успели сковать водоемы прочным льдом. По средним многолетним наблюдениям, в этом году лед в два раза тоньше, чем обычно. Это связано с погодными условиями. Буквально заморозки начались позавчера. Позавчера, на сегодняшний момент, с вечера, два раза мы слышали звук, похожий на отрезок льда, скажем так. Накануне крещенской ночи была проведена огромная работа. На подходе к иорданям установили прочные трапы, нарастили дополнительный слой льда. В этом году попасть к купелям можно было только простояв в очередях. Неподалеку от Свято-Троицкого монастыря выставили кордоны. К прорубям полицейские пропускали только по 20 человек, но желающих кунуться от этого меньше не становилось. Моржей с опытом от новичков можно было отличить без труда. Некоторые окунались, как и положено, по три раза, но кто-то не выдерживал и выбегал из купели сразу, буквально дрожа от холода. Эмоции у всех били через край. Хотя многие говорят, что вода в крещенскую ночь обретает чудесную силу. Считается, что после купания в проруби невозможно заболеть. Многие в этот феномен верят и испытывают на себя. Даже вот, честно говорю, голова нисколько не мерзнет, вот как-то внутренне тепло идет. Только в Чебоксарские проруби решили окунуться более 4 тысяч человек. Многие сюда приезжали из города Спутника. В этом году массовые купания там отменили. Если верить официальным источникам, крещенская ночь прошла без происшествий. Медрик Ковалев и Николай Яковлев. Республика. В Чувашской национальной библиотеке прошли первые димитриевские чтения. Инициатором научного форума стали активисты Межрегионального историко-культурного фонда Волжской Болгарии, ученые вузов, писатели и драматурги Чувашской республики. На первые чтения собрались друзья и ученики, которые хорошо знали профессора Василия Димитриева. На форуме была принята резолюция о проведении ежегодных димитриевских чтений, изданий сборника научных статей. Также решено худотайствовать перед администрацией города Чебоксары о наименовании улицы в городе Чебоксары в честь великого чувашского ученого. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До завтра.